Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У нас такое ощущение, что заморожено в куске льда лежит и на руках растяжки у нее. Она выходит или помочь ей? Она выходит и она забирает то, что в биороботе еще есть у нее. Все правильно. С головы, с рук, с ног снимает что-то. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем лилию, защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы приветствуем лилию, отправляем все, что находится у нее в руках. Все подключки идут в клетку-тюрьму. И интересуемся, дает ли лилия нам свое разрешение на диагностику и чистку. У нее подключки никуда не ушли. Они встали просто на те места, откуда они были вытащены. И она в огромном куске льда. Понятно. Она меня слышит или нет сейчас? Она пытается дергать руками, но там растяжки стоят. Она слышит тебя. Лилия, вы даете нам свое согласие? Можете дать знак на работу? Она кричит «Да». Все, слышим. Отлично. Скэнер просканируй сейчас лилию. Отключи все подключки, выведи их из биополя и отправь в клетку-тюрьму. Сила моего намерения, все это потом, как выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Этот лед выводит и отправляется в отдельную клетку. Он как... Скэнер разрезал его сейчас сбоку. И он как книжка сложился и вышел. И слово идет от него «ловушка». Ловушка. Хорошо. Если есть ловушка... Он такой большой квадратный кусок. Это все превратилось сейчас в квадратный кусок, как мне это себе представлять? Ну, оно так было. На ней вот этот кусок льда прямоугольный, не квадратный, а во всю длину тела. Она лежала в куске. То есть, если на него сверху смотришь, то это квадрат, а если сбоку, то это такой прямоугольник. Сейчас он в клетке. А растяжки тоже вышли? Нет, пока сейчас отключается. На руках и на ногах. На руках у нее растяжки. Это такие кольца на запястьях. И вниз они притягиваются веревками. И на ногах то же самое. Две ноги у нее как скованы. Круглыми такими кованы. Это мне уже о чем-то говорит. Они вышли, и у нее на голове подключка. То, что я вижу, такой как цилиндр. Небольшой. Скэнер. И отключаю этот цилиндр. Подсвечив все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы. Они пульсируют, связанные с этим цилиндром. У нее есть чипы. И они ведут вниз к позвоночнику, к мозжечку, к вискам, к мозгу разных частей. Сегодня будет интересно. Готово. Уже чувствую, отправляя в клетку тюрьму. И этот цилиндр. Что-то еще мешает сканированию. Пока ничего больше не вижу. Хорошо, Лилия, так легче, лучше. Она показывает в сердце, ей давит что-то еще. Хорошо, что давит в сердце Лилии. Подсвечивается красным цветом. Есть четко, ясно. Но это такое, как у Лизарда в дом. Он похож на цветок. Такие лепестки кверху идут, как чашка такая, с закругленными концами. Это Лизарда или это другого? Похож на Лизарда. Я пока под ключик увижу только. Хорошо, мы сейчас вытащим это. Хорошо, я написал себе. В сердце находится. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Лилии. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Лилии. Находит все. Выстраивает всех подключек, каналы к ответственным. Притягивает всех ответственных в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы. У него демон вышел сразу. 12-й. Демоняка. Хорошо, демон 12-й. К верхним подключкам. То есть цилиндру и куску льда. Вот там притянулся ящер. Дальше Лизард. Лизард. И у нее инкуб все. И инкуб. Итак, начинаем работать. Сердце это была подключка Лизарда. Его гнездо, которое резало. Лизард не хочет случайно получить удар 500 тысяч герц? Она не резала, она тяжесть камнем у нее. Ага. Она на груди лежит. Хорошо. Лизард хочет забрать его. Посмотрим, Лизард, что ты хочешь и как оно совпадает с нашими планами. Демон 12-й. Ящер. Какой у нас ящер, Вера? 342. Что ты делаешь в этом биополе? Паразит. Паразитирую. Цель подключки. Сколько ты находишься в этом биополе? Контракт у него есть. Он пришел через эгрегоры. Контракт. Хорошо. Ты подключился на каком-то учении, правильно? На каком-то эгрегоре. Я не подключился. Она пришла ко мне. Она пришла в этот эгрегор. И отдают своей энергии. Согласно контракту, да? То есть тот, у кого она училась. По своему желанию. То есть та секта, я так ее назову, которая научилась, это секта, которая является Барой. Но если можно назвать, он смеется. Ну а как ее назвать? Он сотрясается весь. Как назвать их? Как можно назвать эти особи? Гуру. Гуру. А, ну понятно, хорошо. В общем, этот гуру подключил, поставил ее на контракт с цивилизацией ящеров, которым она добровольно отдаёт. Не правда. Она пришла по своей воле из влияния и вкладывает энергии. И вкладывает. Понятно. Она сейчас занимается этим учением. Она подпитывает этот эгрегор. Эгрегор подпитывает ее. Он показывает на подключке. Хороший, ты там установил конструкцию в ней. Сколько ты находишься в этом биополе с этим контрактом? Семь лет. Семь лет. То есть, контракт добровольный, безусловно. Никаких вопросов к тебе нет. Демон 12-герцовый, что ты делаешь в этом биополе? У тебя есть контракт? Нет контракта у него. Сколько ты находишься в этом биополе? Два года. Тебя послали или ты сам пришел? Он сам пришел. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? Если кто-то заключил контракт с тобой, скажем, какая-нибудь женщина, занимающаяся черной магией, и даст тебе задание причинить кому-то вред. Именно поэтому я и спросил. Ты сам пришел или тебя послали? Понятно? Им понятно, но ему неприятно, что его послать кто-то должен. Он сам развитый. Ты сам развитый. Хорошо, я просто встречался с очень большим количеством демонов, и поверь мне, если я это такое говорю, это значит, на это есть свои основания. У нас была магия, в которой демон приходил, высокогерцовый демон, исполняя приказы той женщины, которая посылала эту магию. Какой? Что ты обижаешься? Я, честно говоря, сейчас не понимаю. Лизард? Неправильно. Это она работает через мои энергии, а не я с ее приказом. Вот сейчас становится интересно. Она работала с магией? Я не знаю, о ком ты говоришь. Я говорю в общем. Ладно, хорошо, оставим пока эту тему. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? Год 10. 7 месяцев. И Инкуб, сколько ты присуствуешь в этом биополе? 3 года. 3 года. Хорошо, кто из вас присутствует в квартире, где живет Лилия? Есть у ящера подключики. У меня нет сегодня задания чистить эту квартиру, я просто хотел уточнить. Хорошо, у ящера есть подключики. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии, даю команду тонкой копии Лилии, спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, Лилия, я надеюсь, вы сейчас понимаете, что происходит. Ящер объяснил, что вы заключили контракт, придя к этим гуру, от которых даже ящер смеялся, и добровольно отдаете им энергию. Если бы это было нападение на вас, когда вы без вашего ведома и так далее, но вы сами туда пришли, у вас ничего не сработало, никакая интуиция, у вас не сработало чувство, что что-то у вас не в порядке, вы не туда идете и не тот манифест читаете. Результат этих действий вы наблюдаете сейчас в клетке. Вам это понятно? Ну, говорит, я пока не понимаю, что происходит. Хорошо, будем разбираться, наблюдайте. Сейчас мы возвращаем им все негативные энергии, которые они вам дали. После этого... Просканируй душ, она пустая. Я только хотел это сделать, да. Скэнер, просканируй полноту души Лилии на настоящий момент. 78%. 78%, 22% где находится ящер в трех мирах, отправлял копии. Он опять смеется и как-то машет таким палец, что у него там. Куда он палец смажет? Все нашли. А есть в конструкции и есть копия. Мы заберем все. Когда дойдет до этого время, сначала дойдет реверс. Посмотрим, что осталось в конструкции, а что осталось и уже переправлено. В любом случае мы найдем все сегодня частички души, весь биоматериал и все вернем назад. Контракт будет сегодня аннулирован. Я уточню. Лилия, вы желаете аннулировать контракт с цивилизацией ящеров? Желаю. Это важно. Благодарю вас. Так много энергии идет. Она как замерзла от этого льда. Хорошо. Даю ей 100% энергии. Дополнительно пошли родные энергии. Усилие потоки в 50 раз. Сейчас она начинает выталкивать из себя. У меня на шее что-то есть еще. Хорошо. От клетка ответственно, что на шее загорается маячок. Ящер это. Ящер. Что это на шее? Ободок. Ободок. Хорошо. Скэнер. Выводи этот ободок из ее биополя. Он зависает перед ней. Есть. Отправляю его в клетку тюрьмы. Выстраиваю еще один канал от лилии к этому ободку. И она реверсом отдает все негативное патогенное низкое аббрационное штаны от него получила. Усилие потоки в 50 раз. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лилия забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Забираем из всех подключек частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте лилии находится мощным потоком, пошло назад. И усилие потоки в 50 раз. Она смотрит на руки на свои, у нее возвращается человеческая энергия из конструкции, возвращается тепло, она меняет свет. Он из нее ящера делал, им эти энергии приятны. Он готов. Хорошо, сканер, дай мне полноту души, лилии, на настоящий момент. 90. 90, где 10% находится? Копия. Хорошо, где копия находится? Отправил ее? Меня. Где, при тебе? Нет. В твоем мире? Мое. Хорошо, лилия, 10% мы пока не вернули, чуть позже вернемся к ним после аннулирования контракта. Итак, идем дальше. Начинаем с вытаскивания, что осталось. Инкуб, выходи, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил, на своей частоте, возвращайся назад. Что ты оставил в ее биополе? У него много подключек, у него плетка черная, там он черный, и черные есть подключки, как ленты на руках, у них живота какие-то, как... Черный, как черт, хорошо. Черные, какие-то полоски черные. Понятно. Как сетка на ней. Инкуб. Крупная такая. Как работали твои подключки? Как люди увидели со стороны, что она ощущала? Два вопроса. Ну, я била этой плеткой, и она как истощалась изнутри, постоянно мысли у нее были. Хорошо, это мне понятно. А как твоя накидка, эта сетка, которую ты на нее одел? Влияла ли она как-то на восприятие? Эта сетка, она идет от груди, на руках, возле плечей. Ее, когда бьет, разряды по этой сетке идут, и у нее ноет все внутри. Ноет все внутри. Я думаю, эти чувства Лилия должна знать. У нее как тоска внутри идет. Он пытается этими чувствами. А как другие души со стороны видят ее? А теперь он поворачивается ко всем с этой плеткой и смотрит на всех, не подпуская никого близко. Ага, вот так вот. Хорошо. Он все снял. Перекрывал. Возвращайся назад. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью. Лизард усиливал все эти чувства. Лизард, у нее вообще нет какой-то улыбки даже. Не то, что радости или смеха, улыбки. Ей неоткуда черпать энергии. Она все их распределила по интерферентам. Каждому свое. Добавить нечего. Хорошо, ждем, пока он выйдет. Он все вытащил. Идем дальше. Ящер, мы все вывели из биополя или что-то еще осталось на той чистоте. Он показывает фантомные у нее, вот эти все подключки остались, потому что они долго сидят с контрактом. Даю команду на счетри. Все фантомные подключки выходят. Один, два, три. Включая внутренний белый свет, Лилия сама помогает, выдавливает из себя все эти фантомы, этих подключек, все эти чужеродные энергии. Они формируются перед ней в шар. Это ее мысли. Они выходят мыслями, вот эти фантомы. Потому что она уже несколько лет держит одни и те же мысли. У нее там как закостенели, сформировались определенные массы энергии какой-то. Да, уже наезженная тропа, скажем так. Вышла. Все это вышло. Открываю воронку в галактическое ядро. Под этим шаром уходят на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Демон, твоя очередь. Выходи, отключайся. И скажи мне сразу, есть ли лярвы в биополе Лилии? Да, есть, на груди есть лярва, на голове есть лярва. От лизарда, понятно, на голове у нас конструкция была. Все понятно. И в ногах у нее он собирает, как гудрон такое у нее, негатив. Знаем, да, уже как. Это туда сливалось все или это выработалось? Или это твоя энергия, которую ты ей подкинул? Не подкинул, а собрал. Он на нее одел сапоги высокие и, чтобы далеко не уходило, все туда собиралось. Хорошо, все снял? Да. Ты хочешь получить лярвы? Да, хочешь. Забирай все лярвы, возвращайся назад. Готов. Хорошо, идем дальше. Рассинхронизацию мы сейчас не проведем из-за того, что у нас есть контракт. Переходим сразу к анонированию контракта. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Лилия должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю слухи, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Договора выходят активные, подсвечиваются. У нее вышел контракт с ящером, информация идет, что ей нужно сделать канал к этой копии, чтобы она через контракт вернула часть души себе через этот. Выстраивает. У нее вышли еще контракты, они как такие замороженные, спячие, потому что ей больше, но она зациклена на этом контракте. Кошмар. И про те, как они такие в спячем состоянии. Они проснутся рано или поздно. Сколько этих контрактов в общем? Это какая-то от одного идет какая-то миссия, которая спит. И еще. Второй фантомный, все. Хорошо, начинаем работать. Выстраивается прямой канал от Лилии к ее копии. 1, 2, 3. Там, где ее частички души находятся. И Лилия повторяет за мной. Внутрием власти мы право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Забираем по каналу частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Лилии находится, забираем из этого контракта, из тонкой копии, находящейся в измерении ящеров, назад. Пошел поток. Поток у нее сильный, такой резкий идет. То, что душа ждала возвращения, она надеялась. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, произвожу сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Сканер дай мне полноту души на настоящий момент Лилии. 100%. Хорошо, ящер, контракт аннулирован. Даю команду на рассинхронизацию Лилии с демоном, ящером, лизардом, инкубом, а также их всеми подключками. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Ящер недоволен, он там ворочит что-то. А что ты ворочаешь, ящер? Что такое? Ты же только что-то так смеялся громко здесь. Он потерял источник энергии на данный момент. Ну, гуру-то остался, но уже тебе регулярно этот корм приходит, потому что людей наивных много. Есть и другие. Я об этом и говорю. Для вас каждая чистка – это удача, а для нас потеря. И знаешь, сколько таких чисток было? Это не важно. Это важно. 2500. Из них в каждой втором был ящер. И мы вытаскиваем и освобождаем. Сколько из них вернулось? Сколько из них назад вернулось? Процентов 20. Рано или поздно, если человек не будет работать, не осознает результаты чистки, что было для него сделано, возврат гарантирован. Если он ничего не изменит в своей жизни и будет точно так же идти по этой же дороге, как он шел раньше, не пользуясь своими энергиями, не осознавая своей защиты, рано или поздно придет цивилизация ящеров, гуманоидов и всех остальных, которые здесь находятся, и возьмут энергии, которые этой душе не нужны. Мы знаем об этом. Нам не надо приходить. Мы отходим в сторонку и ждем. Вы зависимы от своих привычек и не хотите их менять. И в один день это срабатывает. И мы открываем свои объятия для ваших энергий. Синхронизация закончилась. Отлично. Включаем внутренний белый свет. Лили этим светом она выдалит. И все негативное патогенное низкооперационное чужеродное, находящее в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Остаточные энергии все на частотах интерферентовых подключек. Все выходит, летит в шар. Все фантомные артефакты, все летит в шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия сжечь. Все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, проверку прошли. Инкуб ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Да, понятно. Я предупреждаю сразу. Тех, кого я отпускаю, если вы второй раз попадетесь при проверке, если я кого-то найду, если кто-то не понял серьезности ситуации, второй раз вы можете попасть под уничтожение. Я вам этого не желаю, поэтому прислушайтесь к этим словам. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Лизард, готов уходить? Да, он готов. Ты больше не приходишь в это биополе. Тебе это понимаешь? Да, он четко понимает, но хочет уйти. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Демон, ты больше не придешь в это биополе. Тебе это понятно? понятно но на нее показывает зависит от нее а что именно какая черта тебя притягивает объясни мне что именно что зависит от нее он показывает ее ее жилище и там много интересных вещей которые она которые там хранятся неужели магический артефакт он говорит я бы просто называл это артефакты я тебя услышал она тоже тебя услышал за эту информацию хочешь получить эмоциональный фантура выходит эмоциональный фант вам людей soluции негативные программы негативные мысли формы а также все низкообрабатывается на эмоциональном фантоме фантом выходит нефантом пока вышлю овальный расширенный книг и когда ты сказал сразу про программы их прорисовалась несколько верху программ и от каждой идет негатив у одной серой другой черный и такие все темные тона от серого до темного. Вниз спускаясь по всему телу. Хорошо, Лили, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам никто не мешал. Вы готовы от них отказаться? Да, готов. Сворачивайте энергии в шар. Забираешь демон? Вбирает. Отправляя демона. Чуть громче говори. Готов уходить? Да, он готов уходить. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. И демон уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Я прошу Лили выйти со мной на связь. Лили на связи? Лили, у меня здесь ящер 342 с контрактом. 7 лет сидел. Человек сам добровольно заключил контракт. Посмотри, пожалуйста. Мы вернули 22% души. Еще копию он отправил. Из копии мы забрали 10% души. Но контракта на забор души, надеюсь, у нее не было. Поэтому мы его забираем. Благодарю тебя. Все остальное уничтожить. Под всеми артефактами открывай воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. Здесь остались еще растяжки и демона. Под растяжками открывай воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковой силе было, Оно проявляется Под ящер хорошо он использовал космическую магию Открывая воронку в галактическое дро Фантом ящера уходит на переработку Закрывай, опечатывай, растворяй Больше никакой магии нет Никаких воздействий, Вера, посмотри Лилия была уверена Я не вижу магии никакой больше Поехали дальше Переходим на чистый негативный эгрегор Мешающий жизни, судьбе и здоровью Физическому и энергетическому Эгрегор выходит активно и подсвечивается Сейчас все и выйдет От рук у нее идут эгрегоры От рук Сколько эгрегоров активных? Видно? Четыре Проводим работу по отключению Спрашиваем Лилию Вы готовы отстегнуть все негативные эгрегоры Которым вы сейчас подключены? Она говорит негативные Они же светятся Я вызывал негативные Вот в этом и есть проблема, Лилия Понимаете? Вот как раз у вас даже анализа никакого нет В этой ситуации Это то, к чему вы привязаны Любой эгрегор высасывает из человека энергию Вы добровольно заключили контракт Вы подключены к эгрегору Вы подключены к четырем эгрегорам Я вызывал только негативные Не позитивные А негативные Вот вы к ним подключены Готовы отключить Помогаемая энергия на счет 3 1 2 3 Пошел мощный удар Отлетают эгрегоры Открываем воронку в галактическое ядро И они уходят на переработку Закрывай, опечатывай, растворяй Она говорит Как так может быть? Я получала знания Получила подключку к эгрегорам Потому что вы ложные знания получали У вас не сработала ваша интуиция Вы пошли в ложные знания Эти знания ведут в тупик И к контракту Вы не смогли распознать У вас не сработала ваша внутренняя защита Распознающая На пользу мне эти знания Или во вред В результате имеем то, что имеем Это свет ящеров, который вы видели Контракт мы аннулировали Переходим к манифесту Манифест Вот послушайте настоящий манифест Я говорю вслух Тонкая копия лилии повторяет за мной Я беру ответ в этих временах и снах Силам его намерения Да, будет так А так и есть Прочитала она? Прочитала Как она прочитала? Она хорошо прочитала Но у нее не хватает энергии И сбалансированной энергии То есть душа, которая к ней вернулась Она светится, но она хаотичная Потому что нет гармонизации Мы сейчас зайдем до этого Идем дальше Переходим к закачке энергии Подъема вибраций Посмотри, сколько энергии нужно лилии И какая частота вибраций 400 и 25 И 25 На счет 3 макушку головы лилии Начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков По 400% каждый 1, 2, 3 Потоки пошли Наполняет, усиливает Все необходимые ей цвета Начинает поступать Мощность потоков усиливается Чистота вибраций поднимается До 25 Гц Пошел подъем Готова Синхронизируется энергия вибраций Гармонизируется Распределяется Усваивается Наиболее эффективным образом 1, 2, 3 Эти энергии несут ей радость И покой И она их медленно синхронизирует Наслаждаясь ими Как заправляться энергиями Мы в этом показали Готова Цифры мы тоже назвали Хорошо, Лилия Мы закончили вашу чистку Все контракты аннулированы Все сущности вытащены Вместе с их подключками Как вы себя чувствуете сейчас? Стойно Уверенно Моя сила вернулась ко мне Это лучшая награда Я надеюсь Сейчас вы понимаете Настоящие причины Почему к нам обратились А не то, о чем вы нам писали Мне надо анализировать многое Конечно Обязательно анализируйте Проверяйте Потому что особенно напугало Честно говоря Ваше пристрастие К эгрегорам И знаниям Которые несут Ложь Потому что ящер Это и есть представитель Лжи Ну и также Обратите внимание На слова демона Почему он сказал Что он зависит от вас Придет он или нет Исключите эту черту Это видимо связано С этими артефактами Которые у вас дома Больше мне Здесь добавить нечего Сейчас мы будем Возвращать вас назад В вашу систему Биоробот душа Чтоб все эти энергии Перешли на физический план Несколько дней Возможно у вас будет Такое легкое недомогание Или слабость И одновременно облегчение Заправляетесь энергиями Это состояние пройдет Поднимаете все вибрации Синхронизируете Гармонизируете И активируете меркабу Как это делать Мы показали вам В этом сеансе Для усвоения энергии Вибрации Возвращаем тонкую копию Лилии В ее систему Биоробот душа Заводим Подключаем К каждому органу Клеточки Извилинки головного мозга Проходит полная Синхронизация Гармонизация Между физическим Биороботом И энергетическими Тонкими телами Она говорит Что главная защита У меня В груди Внутри И я не дам Этому свету Погаснуть Абсолютно верно Это ваша душа Отключайся от объекта И поднимайся В свою комнату Диагностики Пошел подъем Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...